Судейская категория 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 Всероссийской Федерации, на всероссийские семинары. Поэтому у кого документы не оформлены, займитесь в ближайшее время срочно оформлением по организациям и централизованным, чтобы у нас был порядок. Тогда мы сможем всех включать на соревнования официальные, потому что без документов мы, к сожалению, не имеем права. И рассчитывая справка судей, и чтобы они присутствуют в списке судей. Потому что сейчас все проверяется, вы знаете, многие, что вообще все приходит в электронный формат и идет чуть через систему ДИАС. И я думаю, что соревнования тоже в перспективе к этому придут. По нашей внутренней организации судейские коллегии Москвы. Значит, уже многие знают, кто на соревнованиях по САМО были, мы говорили в конце года. А если еще раз сказать, ну вы, вступая в Федерацию САМО на Москве, регистрируетесь на сайте, создавая личный кабинет. Когда вы себя регистрируетесь, вы ставите галочки, как спортсмен, как тренер, как судья. То есть у вас могут быть разные статусы. Но, когда вы зарегистрируетесь как судья, вам необходимо заполнить судейский профиль. Вот у нас многие из вас галочку поставили, а профиль не заполнили. Поэтому, как судья, в судейском кабинете главного судья не отображается у нас, к сожалению, порядка 10-12 человек. Хотя многие ставили галочки. Пожалуйста, поднеситесь к этому внимательно. То есть там надо заполнить просто документы. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы для всех данных по нашим судям в городе Москве был быстрый и оперативный доступ у нашего руководителя. Вот, соответственно, там надо заполнить с лиц, паспорт и судейскую категорию, срок, время ее присвоения. Поэтому посмотрите, как вы оформили всегда на сайте и сделайте, пожалуйста, правильно. Потому что мы имеем право включать на судейское соревнование Москвы судей, которые состоят судейские коллеги. Если у вас нет списка, то, соответственно, судейские коллеги, и даже если вы как бы взнос оплатили, вы не состояли. То есть у вас нет списка судейских коллеги. Поняли, да, вот эту ситуацию? Значит, и про взнос, Сергей Сергеевич, расскажу. Добрый день, уважаемые коллеги. Появилась небольшая проблема с тем, что оплачивается взнос через сайт Московской Федерации Самбо, и он не отражается в личном кабинете. Мы видим все ваши оплаты, поэтому нужно просто, там есть ссылка, обратная связь, написать в техподдержку, взнос оплачен, прошу, учесть. То есть не все оплатежные системы просто сейчас отображают, эта проблема появилась в конце декабря, но сами взносы, они видны. Поэтому просто напомните себе, написать небольшой текст в 3-4 слова, и модератор сайта буквально в течение суток вам активизирует ваш доступ, ваш платеж. Но это нужно сделать всем. В случае, если кто-то оплатил по квитанции, это очень странно, потому что квитанции у нас не висят на этот год. Мы переходим, скажем так, на новый этап. Многие уже зашли на сайт, увидели его возможности, он постоянно дорабатывается. И сейчас, собственно говоря, переходим в век информационных технологий. Вот эти бумажки смотреть каждый раз на мандатные комиссии, это тоже занимает определенное время. Поэтому все, как во многих федерациях уже принято, оплачивается через сайт. Вы также можете сделать обращение, если вы вдруг оплатили через платежный какой-то документ в Сбербанк. Обратитесь в техподдержку, прикрепите туда скриншот, чек, фотографию чека. И, собственно говоря, у нас также засчитают этот позер. Но самое главное – это оформить кабинет. В дальнейшем планируется даже регистрация спортсменов на соревнованиях через сайт. Сейчас там есть кнопка, мы за это приняли участие, то есть зарегистрироваться на соревнованиях, но она не активна. Потому что если мы сейчас так сделаем, половина останется за батоном. Мы этого тоже не хотели. Нам надо сперва убедиться, что все понимают систему, как зарегистрироваться через сайт, заполнить свой профиль. И затем мы будем делать следующие шаги. Еще раз говорю, сайт постоянно дорабатывается, сайт постоянно обновляется. Мы принимаем во внимание многие ваши советы по улучшению. Некоторые пишут прямо сразу самостоятельно в техподдержку, просьбы сделать так и так, удобнее будет. Это все рассматривается, все смотрится. Пожалуйста, примите этого внимания. Так, с этим все понятно, с оплатой? Спасибо большое. Передаю слово Алексею Александровичу. Так, ну что, приступаем к изменениям правил соревнований. Значит, у нас правила, на эти вступили в силу с декабря 2020 года. Они размещены на сайте Федерации, если кто-то не нашел, мог потом находить. А 4 декабря 2020 года, предпас номер 892, расположенный на сайте Федерации САПО, проще всего искать главу комиссии, судейскую комиссию. Там есть два важных для судей момента, ну и для тренеров тоже. Это сами правила по виду спорта САПО. И есть такая ссылочка, называется «Презентация правил САПО». Это краткие выдержки по изменениям правил, если даже вы потом будете изучать или себе в своих блогах для работы будете брать, чтобы они все правила так держать, из них вычитывать. Там такая подсказочка, очень удобно работать. Вот, но есть некоторые изменения, которые уже вы знаете. Мы на всех соревнованиях, прошедших первенств в Москве, они как бы очевидны. Но много изменений, о которых мы не говорили, потому что они в правилах, но как бы так просчитываются, не обращаются внимания. Я сегодня на них обращу внимание, потому что мы как тренеры, как организаторы, как судьи тоже должны знать, как правильно проводить соревнования и что происходит в правилах соревнований. Поэтому быстренько пойдем сначала под документом и пойдем уже в практический момент. Значит, что изменилось? Добавилось в официальном проявлении смешанной системы проведения соревнований. То есть, если вы проводите соревнования по Олимпийской системе, вы знаете, по штрафной, по круговой системе. Иногда бывает хочется провести, но он отправил, но мы позволяли, когда мало народу, две подгруппы, соответственно, у них круговая и потом пресс-напресс, полуфинал, финал. Внесли этот пункт, чтобы проводить смешанные системы. Дальше, обратите внимание, чтобы вы не удивлялись, когда куда-то приедете. Такое может быть. Есть такой пункт. При участии в самой категории семи, менее участия в соревнованиях, соревнования проводятся по системе до шести штрафных очков, если об этом не говорено положение. То есть, может быть, такая ситуация, что, если бы не написано, это когда составление положения. Вот уже в декабре я был на чемпионате Уральского, но там вот с этим сталкивались. Спортсменов меньше семьи человек, для того, чтобы люди набирали победы, особенно, когда мастеров спорта выполняют, кандидатов мастера спорта, сделали такой пункт, что можно проводить в одной весовой категории соревнования по другой сессии. Поэтому в положении это указывается. Понятно, да? То есть, тоже дали возможность людям проводить соревнования, для того, чтобы набирались победы. Следующий момент. В правилах введем пункт. Статья третья появилась. Тоже касается, как бы, тренеров, всех. Про допы. Это сейчас везде насходится. Соответственно, по безопасности, по допингу. То есть, узаконенные пункты, которые внесут на основе и правил, и законов наших тренеров. За своих спортсменов выполнение кандидатов в правилах. Значит, по... Ну, вы знаете, что поменялись весовые категории. Если мы не будем подробно останавливаться на обличке «Есть» и «Кон» посмотреть. Отчего по допуску спортсменов на соревнованиях по возрастным группам, скажем. Если раньше мы делали, например, возрастом 13-14 лет, пускались дети 12 лет. И нужно было справку дополнительно делать. То есть, сейчас у нас возраста сделаны по 3 года. Соответственно, мы за исключением младших совсем. Там 11-12. И дальше идут 12-14, 14-16, 16-18, 18-20. Вы видите, 3 возраста специально в соревнованиях участвуют, и могут дети бороться. Но если в положении в каком-то, на каких соревнованиях специально указано, что третий год допускается по дополнительной справке, то, естественно, в соответствии с положением справку надо предоставлять. Такое бывает. Или бывает, что не допускается третий год в силу, ну, там, других обстоятельств. То есть, все равно положение является самополагающим для участия в соревнованиях. И в таком моменте. Спортсмены имеют право выступать на соревнованиях среди мужчин и женщин при достижении совершеннолетия на день проведения соревнований. Это очень важно. Потому что, когда приезжают спортсмены на взрослые соревнования, на мастерский турнир на первенадцатом стране, а ему 18 лет еще не будет полностью. И так, когда год у него будет через 2 месяца, я через 2 дня. Вот сейчас в параллелах это написано так, поэтому учитывайте, пожалуйста, чтобы не оказаться в не очень хорошей ситуации. Во всех остальных, да, в возрастной группах, код участника определяется, код участника определяется не датой, а, то есть, 12-14 лет, а кодом рождения. То есть, ему может быть 11 лет, но в этом году исполняется 12, да, значит, может быть 12-14 не бороться. Все это как возраст, касаясь на день проведения соревнований. Так, следующее изменение. Ну, у нас, вы знаете, добавились единые правила, кроме спортивной и еще боевой, и у нас добавилась такая дисциплина, как пляжная самба. В этом году впервые будет проходить официальный чемпионат, планируется официальный чемпионат России по пляжному самбу и проводить даже первый сендер по пляжному самбу. Вот с отдельными правилами вы сможете ознакомиться, здесь мы сейчас не будем позабирать, ну, просто для информации. Вот Михаил Геннадьевич говорит, что даже Переса в Москву планирует проводить бою чемпионат, чемпионат, да, потому что пляжа самба среди взрослых много проводится. Так что как-то пляж остался найти, нам. Так, давайте дальше поехали. Важный момент по взвешиванию спортсменов. Значит, следующее изменение. Спортсмен может вставать на весы только один раз. Написание взвешивания, с момента открытия взвешивания, да, на весовой категории, он может вставать на один раз. Соответственно, судья пишет, либо он взвесился, либо он провесил. Причем, если спортсмен провесил, обратите внимание на организацию, чтобы вам потом не было. Судья должен написать чисто для спортсмена. Спортсмен должен записаться, чтобы в эту весовую категорию провесил. Чтобы потом не было никаких конфликтов, исполнить, сказать, что я был нормальный, у меня перевесили, или наоборот, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. И вообще, у каждого спортсмена судья записывает вес с округлением до десяток. Например, 59 200, да, 59 500. То есть у каждого спортсмена в протоколе указывается вес. То есть это новое требование, оно у нас, соответственно, должно выполняться на всех соревнованиях. К этому не привыкли, но теперь будет. Ну и если спортсмен, соответственно, не взвесился вообще, а в предварительных заявках есть, что мы делаем? Соответственно, мы просто вычеркиваем, и напротив этой фамилии обязательно ставят роспись, ответственная за взвешивание судья. Ну и еще хочу раз напомнить, так же, в правилах отдельно выделяю, скажу, что взвешивание без одежды не допускается. Так, по форме участков никаких серьезных изменений нет. Единственное, что у нас, вот, обращаю внимание по поводу того, что если у спортсмена есть тейп на открытых частях тела, он должен быть закрыт цветом наколенника, красного или синего цвета, соответствующий форме. Но есть по судейской форме одежды дополнение. Значит, попробуйте прочитать, когда судейская коллега идет, обязательно. Значит, судья, форма судейской цвета из рубашки белого цвета, ну, это вы знаете, с разноцветными рукавами, белый брюк, носков и спортивные обуви. Судья не может, может использовать брючатый ремень только белого цвета. Наличие на поясе различных предметов запрещено, в правилах это уже написали, прописали, поэтому... В случае наличия на открытых частях шрамов или педагогровок судья, чтобы скрытых, может использовать специальный компрессионный для оттягивающего графа и лесного цвета. То есть, тоже, пожалуйста, учитывайте, потому что у нас должны быть все эти вещи выполнены. Значит, у представителей и тренеров тоже прописано. И так, опять же, для судей, которые работают в зале, на контроле формы. Значит, представитель. За нарушение правил представителей и тренеров можно будет удалять с места соревнований до конца мероприятия без права находиться в соревновательной зоне. То есть, если соревнование три дня, его удалили в первый день, это значит, что этот тренер предстоит дисквилицировать на все дни, на конца мероприятия. Такое может быть. Во время поединения тренер имеет право засекать премию схватки, находясь на специально отведенном для этого месяца, не покидая его время схватки и не вмешиваясь в работу шлуги. Во время соревнований тренер обязан находиться в спортивном костюме, в спортивной обуви. Нахождение в зале головного горя для тренера представителей запрещено. Почему, обращая внимание на форму одежды, бывает такая ситуация. В шлепках или в шорках садится тренер, его судьи просят покинуть стул секунданта, а он возмущается. Значит, правило, что это прогрессивно. Тренер имеет право в ходе схватки обратить внимание судьи на оценку технических действий, подняв руку вверх, не вставаясь со скорого места. То есть, да, то есть, имейте в виду, нарушение поведения и политики тренера дает повод от судьи его отстранить за несоответствующие действия. Так, у нас изменились немножко функции судьи. Тоже хочу обратить внимание. Все функции не буду защитить, но у нас добавилось по функции главного судьи. Главный судья имеет право прервать схватку для обсуждения спорного момента, при этом сам главный судья в обсуждении спорного момента участия не принимает. И он не имеет права заставить судьбу изменить собственное решение или навязывать выписывающее решение. Но к выполнению распоряжения главного судьи, это уже следующий пункт, не к этому относится, обязательно для судейских коллег, участников, представителей и тренеров. То есть, по организации соревнований распоряжение главного судьи будет идти как из этого. Также велась функция в смеси для главного судьи на том судьях. Мы говорим о крупных соревнованиях, но все должны об этом знать, если есть возможность, и, соответственно, организовывать. Что главный, а в смеси для главного судьи, ну или, когда вы говорите, добра, он обязательно вносит и дает оценку всем судьям, которые работают на договоре и на итогах соревнований. И это также задается главному судьи, а главный судья, соответственно, переорвает. А главный судья всегда идет этот начат уже с своими руководителями, по региону или там, выше. Дальше. По орбиту, по орбиту и боковому судьи. Значит, у нас жесты, жесты по удержанию, по болевому приему показывает только орбитр. Соответственно, боковой судья эти жесты не дублирует, не показывает. Он может встать, привлечь внимание, если что-то он видит. Я про боковую судьбу говорю. И привлечь внимание орбитра и показать, что там может есть вписаться. Но открывается удержание и закрывается по жесту орбитра. И добавилось в такой пункт, а раньше не было у нас. И расписано это судьи на взвешенной, ой, не на взвешенной, на атомной форме. То есть, судья на контроле формы участников. Отдельная статья. Просто хотелось бы зачитать, потому что раньше этого не было. Какие функции у этого судьи? Потому что каждый из вас, когда судит на соревнованиях, бывает в этой функции. И там вроде как супруга сформа проверить, а допускают ошибки. Значит, предупредить участников на порядок выхода на ковер, выявить спортсменов в очередной встрече в соответствии с протоколами. То есть, когда протоколы лежат, обязательно даром совпадает. Фамилия. И идентифицировать спортсмена в соответствии с его аморгитацией. Проверить соответствующие формы защитного снаряжения, если это боевое весело, а с помощью приборов для измерения стандартных курд, требуем настоящей проверки. И еще прописано, что должен проверить форму тренера, в которой выходит сформирует спортсменов. И еще раз здесь прописано, что наличие спортивного костюма, спортивной обуви, отсутствие каких-то предметов, здесь, наверное, они же. Но я хочу обратить внимание, мы каждый раз на семинарах это проводим, здесь сильных изменений нет. Но еще раз обратить внимание, иногда многие не читают эти пункты, потому что там много написано. Функции арбитра, в первую очередь, это написано, но я бы хотел это засчитать, потому что это касается всех тренеров, спортсменов и судей. Действия во время временения удержания, сколько и как дается. И хочу сказать, что раньше были ситуации, мы тогда на практике будем проходить, я покажу, чтобы они узнали, говорили, задавали вопросы. Вот там два полевых дела, или один полевое, другого удержания делали. Как действовать арбитру, не считайте, не считайте, сколько времени на это уходит. То есть это были дискуссии. Вот сейчас я это в правилах прописан, вот функция арбитра очень четкая и понятная. Вот, но я бы хотел зачитать такое положение, когда удержание начинается, и когда удержание заканчивается. Потому что вот это именно функция арбитра и написана. Значит, фиксация удержания. Как только один из спортсменов зафиксировал удержание, арбитр должен сказать, что это удержание. Здесь все понятно. А вот прекращается удержание, когда во время удержания борец, которого удерживают, займет положение на груди, на животе, на ягодице, но не на пояснице. То есть если удержание, когда поясница касается, то считается положение спины и еще новое имя. И при этом угол больше 90 градусов. Либо отношено к толщу противника от своего толщи. То есть вот в этих моментах он должен сказать и считать. Дальше. Болевой прием. Если один из борцов во время удержания открывает, у одного из спортсменов новой бункции во время удержания открывается обильный провод течения, то есть бывает такая ситуация в боевом участке, и удержание, фиксация открыта, то арбитр дает свисток, останавливает поединок борцам, или одному, или доходу, если есть необходимость, оказывается медицинская помощь и защита из-за полного удержания. Понятно, да, с удержания? То есть прихватили на удержание, то в борцах пошла кровь, обильный право лечения, вы здесь написано, в результате пресечения или лесовой какой-то. Вот, то защита из полного удержания. Если же такая ситуация происходит с боевым приемом, арбитр дает свисток, поднимает стойку, то есть если дальше, потом после оказания помощи продолжается борьба в стойке. Так, дальше такой пункт. Есть совмещание к арбитрам, часто мы говорим, но тем не менее делают ошибки. Если во время приема болевого приема атакующий переходит на удержание или другого технического действия в положении лежа, или если защищающийся уходит от болевого приема, он артокует, то отсчет времени болевого приема прекращается, но схватно не прекращает, не прерывается. У нас часто бывает так. Делает один борец болевой прием, но что-то не получается, и время заканчивается. Он хочет перейти на удержание, выдаст к трубу, начинает прижиматься удержание, а битр дает свисток, и говорит, но он же перестал делать болевый прием. Да, болевой прием перестал делать, время болевого убирается, но схватка не прекращается, пока идет активное место.